В этом году День России и День Города отмечались на четырех площадках. Велопробег на площади, спортивные соревнования на Икаре, развлекательные программы в парке Зернова и театральном сквере. По итогам проведенных праздничных мероприятий в администрации наградили тех, кто принял активную часть в подготовке и проведении турниров, концертов, мастер-классов. Как отметила Елена Рогожникова, в этом году было испробовано несколько новых форматов мероприятий. Хотелось бы вообще, чтобы больше людей приходило и проявляли свою инициативу. Не давали руководство к действию, а говорили, мы можем сделать вот это, вы сможете нам помочь. И тогда, мне кажется, получаются очень интересные совершенно новые какие-то мероприятия. Одними из первых наградили членов ветеранских организаций, которые, несмотря на возраст, продолжают активно принимать участие в жизни города и выступают с различными инициативами. Мы привезли в город Вознесенцев, как они благодарили нас. Весь хор, 24 человека, в парке сделали им выступление, они выступили и благодарили. Почетные грамоты и благодарственные письма главы города и департамента культуры вручили руководителям различных городских организаций, предприятий, а также спонсорам. За помощь в организации праздничных мероприятий 12 июня и активное участие в проведении пятого фестиваля колокольных звонов и православных песнопений наградили коллективы детских садов. Вообще это, наверное, очень правильно, что наши дети с измольства приучаются к тому, что нужно участвовать в жизни города. И вот эта активная позиция детских садов, она, наверное, вызывает вот такое уважение искреннее и желание поблагодарить их. Тех, кто хочет реализовать свои творческие идеи и сделать городские праздники яркими и интересными, всегда ждут департамента культуры, чтобы воплотить задумки в жизни. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.